Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Ну, все, наверное, понятно, пусть поорет, а ты не обращай на это особо внимания, ничего страшного. А что значит, доколе есть надежда? Ну, пока еще удастся из него что-то сделать, а потом уже будет бесполезно. Вы знаете, это случай, когда синодальный перевод, судя по всему, делает некую грубую переводческую ошибку. Я не очень понимаю, откуда берется это не возмущаться криком. Может быть, из педагогической практики переводчика, не знаю, кто конкретно это переводил. Но если посмотреть на еврейский текст и на греческий тоже, хотя там разные немножко вещи, то никакого крика там не будет. В еврейском тексте не стремись своей душой к его погублению. И это можно понять в двух смыслах. Ну, либо в том смысле, что ты его, конечно, лупцуй, как сидоровую козу, но не забей до смерти. Такой Иван Грозный, убивающий своего сына. Мне сильно не нравится это понимание. Второе понимание мне нравится гораздо больше. Воспитывай его, не стремись его погубить. То есть невоспитанный человек, он, в общем, к погибели влечется. И мы в книге притчи постоянно об этом читаем, что глупцы и всякие прочие люди, отвергнувшие премудрость, они погибают именно потому, что им этой премудрости не хватает. И отец будет ответственен за погибель сына, если он его не воспитал, не приучил к этой премудрости. Мне нравится гораздо больше, чем лупцуй, но не до смерти. Вот. И греческий текст, если его посмотреть, то там не очень понятно, откуда это взялось, из какого еврейского оригинала. Но таких много есть мест, где еврейский и греческий различаются. Вот как бы не стремись к юбрис, там такое понятие греческое, его трудно адекватно перевести, не стремись своей душой к, ну, вот такой надменности, великолепно ложиться на современные всякие ситуации. То есть воспитывай своего сына и не стремись к тому, чтобы самореализоваться в его жизни. Вот представление многих современных родителей о том, что именно жизнь твоих детей – это твоя наивысшая реализация, что вот их успехи, их достижения, это индикатор того, что ты не зря провозил жизнь. Вот не надо этого сделать. Ты его воспитывай, но не делай его достижения своей целью. Не в этом цель. Его цель в том, чтобы… цель воспитания в том, чтобы сын был причастен к премудрости Божьей, ну, и, в общем, человеком был хорошим, да, как много всего педагогического. Как мы перевели в российском библейском обществе, когда мы делали свой перевод, «Вразумляй сына, пока не поздно, смотри, не погуби его». Мы переводили еврейский текст, поэтому, смотри, не погуби его. Мы постарались передать оба смысла, то есть не до смерти, пожалуйста, воспитывай. И второй, который мне гораздо больше нравится, еще раз скажу, не погуби его в том смысле, что оставив без воспитания, ты его погубишь. Интересно, а почему так много толкований появилось, если, кажется, переводчики издавна начинали свои какие-то мысли вкладывать в этот стих, не вытекающий из оригинала? Ну, наверное, потому что детей воспитывать – это такое универсальное занятие, что у каждого есть свои идеи о том, как надо делать это правильно. Ну, а первоначальный смысл, судя по всему, недостаток воспитания его погубит. Не будь тем, кто будет в этом виноват. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok